В этом уроке я расскажу, как сделать еще один эффект из серии Instagram. Этот эффект называется Nashville. Я предлагаю один из вариантов реализации такого эффекта с помощью программы Adobe Photoshop. Вот так изображение выглядело. И вот таким мы его сделали. В чем состоит этот эффект? Как вы можете заметить, в светлые области и в основном по всему изображению добавляется теплый желтый оттенок, тени уводятся в холодный цвет, несколько снижается контраст, но при этом не теряется детализация. Давайте мы сейчас этим и займемся. Итак, я удаляю группу, в которой у меня был этот эффект, и мы начнем все с нуля. Первый слой, который мы создадим, это слой заливка, и зальем его светлым теплым цветом. Для этого я кликаю вот на этот значок, создать корректирующий слой, и выбираю цвет. В английской версии Adobe Photoshop эта команда, или этот корректирующий слой, называется Solid Color. Итак, создаем. Теперь выбираем нужный нам цвет, ну вот, к примеру, такой, мы его всегда потом можем изменить, но я бы выбрал вот такой, более желтый. Да, примерно вот такие значения, можно чуть-чуть поярче. Вот примерно так нажимаю ОК. И изменяю режим наложения этого слоя на умножение. В английской версии этот режим называется Multiply. Теперь светлые области изображения приобрели вот такой, желтоватый, теплый оттенок. Следующий слой, это корректирующий слой Кривые. Аналогично идем вот сюда, и выбираем здесь Кривые. Curves. Здесь мы немного поднимем количество зеленого и синего цвета в теневых областях. Переходим в зеленый канал, или канал Green. Слегка поднимаем здесь значение зеленого цвета, нижнюю точку, примерно до значения 35. Это нужно смотреть по изображению. И поднимаем уже смело количество синего, примерно вот так. Наполовину можно чуть побольше. Опять же, нужно смотреть по самому изображению. Теперь переходим на Кривую RGB. Здесь мы немного добавим контраста в светлую область, сдвинув белую точку. Примерно до значения 235 мы ее сдвигаем. И немного поднимем гамму. Вот так. Этот слой с кривыми мы опустим ниже, чем слой заливка. Вот так. Тогда у нас сохранится вот этот эффект легкой дымки в теплых тонах. Но, тем не менее, добавится и вот такое синее тонирование на тени. Затем можно создать корректирующий слой яркость-контрастность, потому что для начинающих это проще. Или кто разбирается, может сделать это с помощью кривых. Здесь нам нужно слегка поднять яркость. Совсем чуть-чуть. Где-то вот так. И немного поднять контраст. Примерно до значения 45.50. Яркость я немножко уменьшу. Вот так. До 5. Давайте посмотрим. Изображение стало поярче и чуть-чуть поконтрастнее. Теперь снова создаем корректирующий слой кривые. Curves. И здесь уже действуем противоположным образом. Тени у нас слишком светлые и насыщенные. Нужно это немного исправить. Переходим в зеленый канал. И немного сдвигаем вот эту точку. Видите, это добавляет пурпурного оттенка в тени. Так как зеленый цвет противоположный пурпурному. И немного их затемняет. И то же самое проделаем с синим цветом. Но синий цвет уже затемним посильнее. Вот так. Давайте скроем эту панель. И посмотрим, что нам дал корректирующий слой кривые. Как видим, тени у нас уже не такие ядовитые в рыве глаз. А уже смотрятся нормально. Теперь также создаем слой яркость-контрастность. Brightness-контраст в английской версии. Немного убираем здесь яркость. И прибавляем контраст. Примерно вот так. Я делаю все на глаз. То есть, чтобы у меня картинка выглядела хорошо. И теперь в завершении создадим еще один корректирующий слой кривые. Здесь мы немного подправим красный и синий канал. В красном канале я сдвигаю точку черного. Это добавит голубого цвета в тени. Примерно вот так. И в синим канале наоборот приподниму немного вверх. Вот таким образом. Теперь скрою эту панель. Если нам нужно добавить общий оттенок или изменить его, то вот у нас сверху есть слой заливка. И можно сразу же вот здесь подбирать нужный оттенок. Например, мы хотим посильнее сделать теплый оттенок на изображении. И мы можем это сразу уже видеть. Например, я хочу сделать более такой акцент на теплые тона. Я поэтому делаю цвет более темным. И нажимаю ОК. Как видите, изображение уже изменилось. Теперь добавим виньетку по краю, чтобы сделать акцент на девушке в центре. Виньетка добавляется следующим образом. Я создаю корректирующий слой цвет или Solid Color. Выбираю здесь черный цвет. Нажимаю ОК. Перехожу на маску слоя. Нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-A. Как видите, по краю изображения у меня появилось выделение. Теперь это выделение нужно сжать. Я нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-T. Связываю параметры ширины и высоты, чтобы они изменялись симметрично. И ввожу сюда значение 95%. Нажимаю Enter и нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-D, чтобы снять выделение. Теперь мне нужно инвертировать вот эту маску на слое. Для этого я нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-I. Маска инвертируется. У меня получается вот такая черная рамка. Если мы ее размоем, она превратится в виньетку. Переходим в меню Filter. Размытие по гауссу. В английской версии это Filter, Blur, Gaussian Blur. Подбираю радиус такой, чтобы виньетка немного размылась. Примерно вот так. Нажимаю ОК. Теперь можно оставить режим наложения виньетки нормальный. Либо изменить его на другой. Например, если я изменю на мягкий свет, то получу несколько другой эффект. Смотрите, у меня по краю произошло затемнение, но не такое черное. И можно еще больше подчеркнуть его, если продублировать этот слой. Вот так. Но чтобы убрать вот эту яркую насыщенность по краям, изменим режим наложения на умножение. Multiply. Уменьшу слегка непрозрачность вот этого верхнего слоя примерно до 50%. И смотрите, это дает также легкое затемнение по краям, но уже нет такой большой насыщенности. Дополнительно маску вот этого слоя, который находится в режиме умножения, можно размыть. Переходим в меню фильтр, размытие, размытие по гауссу. И здесь также подбираем такой радиус, чтобы у нас это все хорошенько размылось и не было таких резких переходов. Примерно так. Если у нас немного упал контраст, вот здесь создаем дополнительно корректирующий слой уровней или кривые. Лучше, конечно, кривые. И слегка поднимаем контраст. И можно также поднять немного среднюю точку. Вот так. Теперь можно выделить все эти слои, с которыми мы работали. Для этого есть комбинация клавиш Ctrl-Alt-A. Она выделяет все слои, кроме фонового. Теперь мы все эти слои можем объединить в группу Ctrl-G. И назвать эту группу Nashville. Непрозрачность этой группы мы можем регулировать по вкусу. Вот, к примеру, у нас этот эффект на полную, на 100%. И мы можем слегка уменьшать его. В зависимости от того, насколько это требуется на данном конкретном изображении. Итак, мы с вами создали этот эффект только с помощью корректирующих слоев. Преимущество корректирующих слоев в том, что они не содержат никакой информации вот с этого пиксельного слоя. Это команды. И эти команды мы в любой момент можем изменить. То есть изменить их параметры. И таким образом получить уже совершенно другой эффект на изображении. Или подправить существующий. Если бы мы дублировали каждый раз слой и применяли к нему обычные команды. То для того, чтобы нам каким-то образом изменить эффект. Нам бы пришлось все эти слои по порядку удалить и действовать заново. Поэтому всегда старайтесь работать только с помощью корректирующих слоев. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok